Нет, Брюс, ты что делаешь в женском туалете? Хуя себе! Ходи, бейс, Драман. Мог бы просто сказать, не твое дело. Не твое, блядь, дело. Что ж ты делал в женском туалете, Брюс? Извини, я сейчас слегка не в себе, окей? Ну окей, если захочешь поговорить, я рядом. Избавь меня от своей сентиментальной ботвы по поводу заботы о персонале и прочей либеральной херни. Брюс, я просто за тебя переживаю. Что ты сказала? Я сказала, я за тебя переживаю, Брюс. А, точно, ты за меня переживаешь. Что? Не льсти себе, ты недалекий, глупенький, маленький человечек. Я тебе нравлюсь. У меня нет к тебе интереса, кроме как по работе. Доверься инстинктам, милая. Господи, ты просто жалок. Убогий алкаш. Пошла нахуй. От тебя воняет. Знаешь что, Брюс, ты из тех, что охотятся за слабыми, тупыми бабами, лишь бы потешить собственное разбитое вдребезги эго. Как Кэррин на рождественской вечеринке. Она была пьяна в хлам. А не надо было наебениваться. Захотела накатить, вот и накатила. Захотела потрахаться, её оттрахали. Я тебе не ёбер террорист. Господи, тебе-то до неё какое дело? А, ты лесбиянка. Никакая, к чёрту, не лесбиянка. У меня есть парень, куда моложе, умней. И у него побольше, чем у тебя, мистер фотоувеличитель. Ты чё, бля, сказала? Ну давай, въеби мне, Брюс. Ударишь, Брюс? Или что? Нет. Прости, дорогая. Из тебя блевать тянет. Просто воротит. Понял, блядь? Я не хотел причинять тебе боль. Я нечаянно. Как твоя коллега? И как человек, говорю тебе, Брюс, приведи себя в порядок. Окей? И тогда ты сможешь стать тем, кем сам себя видишь. Хотя одному Богу известно, что ты себе напридумывал. Я был неплохим копом, Аманда. Я был неплохим человеком. Да? Я слышала. У тебя есть жена, Брюс? Да. Дети. Стейси. Кажется, они меня оставили. Моя семья меня бросила. Я не знаю, как именно. И не помню, почему. Окей. Со мной что-то не так. Что-то серьезное не так. Ты с кем-нибудь говорил? К врачу ходил? Да. Да? Нет. Я не знаю. Не знаю. Нет, у меня все под контролем. Я контролирую себя. Контролирую расследование. И ты, блядь, не забывай об этом. Окей, Брюс. Послушай, ты меня слышишь? Я за тебя переживаю. Сейчас ты не можешь работать. Шла бы ты, сосала хуй, а не корчила из себя охуенного психиатра-любителя. Ведьма!